Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня с вами поговорим о мерах по развитию сельского хозяйственного производства в нечернозёмных регионах Центральной России. Сейчас только что с коллегами посмотрели здесь хозяйство одно очень хорошее, интересное, я бы сказал, и так быстро, эффективно развивающееся, что просто не может не вызывать удовлетворения. Когда начали это? Здесь совсем недавно, 10 лет назад практически по меркам сельхозпроиводства уже превратились, да, Сергей Анатольевич? Когда начали? В 2006 году. За 10 лет получилось хорошее, полноценно эффективно развивающееся хозяйство. Я напомню, что из 18 регионов Центрального Федерального округа 12 относятся к нечерноземью. Это Тверская, Ярославская, Владимирская, Брянская, Калужская, Рязанская, Тульской области, а также Ивановская, Костромская, Московская, Орловская и Смоленская. Безусловно, в сравнении, например, с Кубанией или Доном условия для земледеления в Центральном и Черноземье менее благоприятны, и, несмотря на это, территория обладает большим потенциалом. Среди конкурентных преимуществ мы сейчас только с исполняющими обязанностями губернатора об этом говорили – близость к крупным рынкам сбыта, традиционно хорошие условия для развития животноводства и переработки сельхозпродукции. И, конечно, эти преимущества нужно использовать. Повышать эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут отдачу. Некоторые регионы уже ведут такую работу. Программно выделили приоритеты аграрной политики, предусмотрели меры поддержки и привлекли инвесторов, что очень важно, для реализации масштабных проектов. Так, в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областях построены крупные мясомолочные и тепличные комплексы. На такие позитивные примеры, конечно, нужно ориентироваться. Вот на одном из этих комплексов мы и находимся. Сейчас Сергей Анатольевич показывал, как здесь организовано производство. Сердце радуется, конечно. Мы отметили в ходе того, как посещали это хозяйство, что лет десять назад не только здесь, да и по всей стране, наверное, поискать было таких хозяйств, но их практически это и не было у нас. Уверен, есть резерв для роста эффективности АПК для ввода новых производственных мощностей и в других регионах центрального ничьяноземья. Государство продолжит оказывать вам необходимую поддержку, хочу это отметить. Только в текущем году на мероприятия по развитию сельского хозяйства центральные ничьяноземные зоны запланировано направить 23 миллиарда рублей. Это больше, чем на 3 миллиарда, больше, чем годом ранее. В 2015 году было около 20,19,8 миллиардов. Напомню, что деньги выделяются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства с общим объёмом финансирования 224 миллиарда рублей. Важно обеспечить эффективное использование этих ресурсов. В том числе нужно совершенствовать механизм субсидирования сельскохозяйственных производителей, делать это более понятным, прозрачным способом, своевременно доводить средства до конкретных получателей, тщательно контролировать, безусловно, как они расходуют эти деньги, следить за тем, чтобы деньги не уходили на проекты, не способные приносить результат. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему о том, какие шаги для этого нужно предпринять. Остановлюсь на некоторых ключевых вопросах. Первое, что касается растеневодства. Чтобы повысить эффективность отрасли, нужно внедрять современные технологии, активнее проводить мериоративные работы, позволяющие повысить урожай, а также вводить в оборот сельхозземли, которые не используются по целевому назначению. Напомню, эта тема поднималась и в послании 2015 года. Здесь, так же, как и в других секторах экономики, конечно, нужно привлекать инвесторов, и, прежде всего, конечно, частных инвесторов, наладить хорошее отношение, конструктивное отношение с финансовыми учреждениями. Необходимые законодательные условия также сформулированы, имея в виду оборот сельхозземли. Я прошу региональной власти идти навстречу сельхозпроизводителям, не создавать излишних трудностей с оформлением соответствующих документов. Тоже хотел бы напомнить, что у нас в целом по России не используется по целевому назначению более 12 миллионов гектар сельхозугодий. 12 миллионов. Только здесь, в области, где мы находимся, 2,8 миллиона га неиспользуемые пашни пригодны для ведения сельского хозяйства и не пущены пока в оборот. И в этой связи хотел бы вернуться ещё раз к тому, что только что сказал, имея в виду нормативное обеспечение этой работы. Вы знаете, что законодатель принял решение об изъятии 3 июля сего года. Приняты поправки в законодательство, которые предусматривают возможность изъятия земельных участков в случае их неиспользования в течение трёх лет по целевому назначению. И в течение года затем новый собственник должен ввести их в сельхозоборот. И здесь очень важно, чтобы не создавались искусственные сложности при вот этих действиях нового собственника. Нельзя допустить, чтобы человек или хозяйство получило сельхозземлю для ведения в оборот. У него год всего для того, чтобы это сделать, и он не должен год бегать по кабинетам и оформлять бумаги. Наоборот, вы должны сделать всё, чтобы это было быстро, эффективно, качественно, но и финансовые учреждения должны подключиться для того, чтобы обеспечить соответствующее финансирование. Ещё при возделывании новых земель особое внимание нужно обратить на те культуры, которые климатничная на земле позволяет выращивать наиболее успешно. Среди них это, здесь вы сами знаете, что среди них картофель, лён, кормовые и масличные культуры. Второе. Важно наращивать глубокую переработку сельхозпродукции, причём не только вводить новые перерабатывающие мощности, но и обеспечивать их нормальную загрузку. Например, в настоящее время из-за нехватки сырья у нас нет загруженной производственной мощности по переработке масла семян. У нас производственные мощности позволяют перерабатывать до 20 миллионов тонн сырья, а России производится всего 14 миллионов тонн. И это при том, что растительное масло, как и зерно, являются ценным экспортным товаром. Отмечу, кстати, что в этом сельхозгоду Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. Это очень хороший результат наших сельхозпроизводителей – 24,6 миллиона тонн против 21 миллиона тонн в 2014-2015 годах. Считаю, что хорошая перспектива по укреплению своих позиций на внешней рынке есть и у наших производителей растительных масел, о чём я уже говорил. Третье. По-прежнему достаточно остро строить вопрос с развитием тепличного овощеводства. Проблема не новая, но она, к сожалению, решается очень медленно. В Центральном Нечернозёме валовый сбор овощей в 2015 году увеличился на 6%, в то время как тепличных овощей производство снизилось на 13,70. В прошлом году я уже давал поручение разработать и внедрить механизмы, предусматривающие возможность снижения стоимости или компенсации части затрат на электроэнергию в сфере тепличного овощеводства. И хотел бы сегодня услышать, что в этом отношении делается. Теперь, что касается животноводства. За последние 10 лет во многом благодаря весомой государственной поддержке было обеспечено ускоренное развитие свиноводства и птицеводства. Мне было сегодня приятно услышать от руководителя хозяйства, что принятое нами решение и внедрение программы развития свиноводства в 2005 году, чтобы именно эта программа позволила начинающим хозяйствам сделать первые шаги и развиться до сегодняшнего состояния. Достаточно сказать, что уровень самообеспеченности, например, по свинине и мясу птицы вырос с 60 до 95%. Это реально очень хороший результат. В 2015 году впервые за долгие годы нам удалось достичь и даже превысить порог доктрины продовольственной безопасности по мясу. Доля отечественной мясной продукции, в целом мясной продукции, достигла в общем объёме ресурсов в 88%. Даже по этой доктрине, о которой я упомянул, цель ставилась в 85%. К сожалению, в мясном и молочном скотоводстве, имеется в виду прежде всего КРС, конечно, такой позитивной динамики пока нет. Считаю, что именно эти направления должны стать якорными для развития регионов центрального Нечерноземья. И хотел бы повторить, для этого здесь есть все возможности – обширные земельные ресурсы и кормовая база. В этой связи прошу проработать механизмы повышения эффективности молочного и мясного скотоводства в центральном Нечерноземье, стимулировать привлечение фермеров в эти секторы. И, в частности, предлагаю рассмотреть возможность увеличения размера грантовой поддержки начинающим фермерам в сфере молочного и мясного скотоводства с 1,5 до 3 миллионов рублей. А семейных животноводческих ферм – с 21 до 30 миллионов рублей. Давайте подробно об этом во всём поговорим.